Добрый день, я Москаленко Владимир, замначальник управления реализации Красноярского филиала СТК и сегодня мы с вами рассмотрим такую тему, как отопление по 1,12 это то есть начисление оплаты в течение года равномерными частями которые осуществляются в таких городах, как Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Белово Пойдемте рассмотрим, в чем особенность данной системы оплаты и как она вообще осуществляется 1,12 это равномерно в течение всего года независимо от того, сколько на улице градусов, холодно или тепло мы всегда оплатим одинаково равными частями и в первом случае рассмотрим накопительные дома, в которых не установлены приборы учета особенность начисления оплаты в домах, где не установлены приборы учета при равномерном там есть такая величина, по сравнению с 1,9 это коэффициент периодичности внесения оплаты данный коэффициент, он зависит от количества месяцев отопительного периода который применялся при утверждении нормативы то есть если при утверждении нормативы применялся 9 месяцев отопительных то, соответственно, этот коэффициент 9.12, либо 0.75. Сейчас рассмотрим на примере Новосибирска размер платы в доме, где не установлен ОДПУ, и все помещения получают тепло. У нас есть с вами помещение 60 метров квадратных. Умножаем на норматив, умножаем на коэффициент периодичности. Для Новосибирска это 0.75, потому что нормативы утвердены на 9 месяцев отопительного периода. И умножаем на тариф. Соответственно, при приумножении данной формулы, применения, мы получаем с вами размер платы 1423 рубля 15 копеек. Данную сумму потребитель будет платить в течение всего года, в течение всех 12 месяцев. Данным исключением будет являться только периоды, когда меняется тариф. То есть раз в год, как известно всем, у нас меняется в июле месяце, меняются тарифы. Соответственно, данная величина будет меняться только на вот эту часть формулы, когда тариф поменяется. Что еще необходимо отметить при данном начислении, что норматив, который мы с вами здесь показываем, он зависит от многоквартирного дома. Ну или от частного дома, в зависимости от того, на какой дом производится начисление. Это пятиэтажка, девятиэтажка, какого года постройки. Соответственно, если ваш дом пятиэтажка, то вот такой норматив применяется в нем. Если дом будет выше, то скорее, ну, норматив идет ниже. Чем дом ниже, тем норматив выше. Сейчас будем рассматривать следующий случай. Это когда дом оприборен общедомовым прибором учета. И когда во всех помещениях поступает тепло, что происходит с начислением платы по 1,12? Здесь все элементарно просто, но самое главное, нет фактического потребления, есть среднемесячное потребление. То есть мы не можем с вами пригадать, какой объем тепла будет потреблен домом в этом году. Соответственно, берется среднее значение за прошлый год. Для примера мы берем, что за прошлый год дом потребил 40 гигакалорий. Это объем потребления года, среднее значение за прошлый год. То есть мы понимаем, да, что зимой это могло быть 80 гигакалорий, 20 гигакалорий в мае, среднюю погоду получили 40. Умножаем на площадь квартиры, делим на площадь всех помещений и умножаем на тариф. Сходя данные формулы, мы получаем размер платы потребителя 1063,04 копейки. Этот размер платы потребитель будет платить в течение всего года, так же, как мы с вами говорили в предыдущем примере, да, ну, до смены тарифа. Как только происходит смена тарифа, соответственно, данная плата, она произойдет увеличение, как у нас происходит раз в год. В данном случае, да, самое главное, это понимать, что есть объем потребления среднемесячный, и он никуда не денется. Но, по сравнению с тем, как с нормативным домом, да, в нормативном доме у нас плата как предначислилась, так и осталась на весь год. В доме с ОДПУ раз в год производится корректировка платы. Что происходит? Данный средний объем, который предъявился в течение года, сравнивается с фактическим начислением за этот же период. Разница между начислением по факту и начислением по 1.12 является корректировкой платы, которую потребители видят в первом квартале следующим годом за истекшим. Если жители в доме переплатили, то, соответственно, корректировка с минусом. Если было предъявлено платы меньше, чем фактически показал общий домовой прибор учета, то происходит до начисления платы. И такое будет проходить каждый год, пока территория не перейдет на факт. И еще один пример – это начисление в доме, где установлен общий домовой прибор учета и частично установлены индивидуальные приборы учета тепла. Как в таких домах происходит начисление? Сейчас с вами как раз и посмотрим. Из вопроса того, что, как всегда, люди задают, а почему я плачу не только по своему прибору учета, при 1.12 этот вопрос, он как бы еще больше усиливается, потому что в течение года потребитель будет платить по среднему значению по своему индивидуальному прибору учета и по среднему значению от общедомового прибора учета. Как это может выглядеть? У нас с вами будет среднее значение 0,3 гигакалории – это среднее значение за прошлый год, потребленное индивидуальным прибором учета. Дальше у нас есть потребление общедомового прибора учета за прошлый год. Сколько потребил дом в среднем? В среднем месячное значение – это 40 гигакалорий. Дальше у нас с вами есть площадь помещения и площадь всех помещений в этом доме. Исходя из данных значений, мы высчитываем начисление платы в данном помещении. 0,3 гигакалории – это объем потребления средний за прошлый год по индивидуальному прибору учета. Дальше, согласно данной формулы, мы рассчитываем долю, которая идет от среднего значения общедомового прибора учета за прошлый год. И, соответственно, все умножаем на TAIF – гигакалория. Соответственно, мы получаем 0,3 гигакалории – это индивидуальное, плюс 0,15 гигакалорий – это доля от общедомового. И все мы с вами это умножаем на тариф. Соответственно, получаем 890 рублей. Такой размер платы будет начисляться в помещении, в доме, который оборудован общедомовым прибором учета, где есть индивидуальные приборы учета, в течение всего года, пока не будет смена тарифа. Далее, как проходит только год, наступает первый квартал, в рамках действующего законодательства мы проводим корректировку. Корректировка проводится следующим образом. Производится автоматически в программе, в системе, производится начисление, исходя из фактического потребления. И каждый месяц между собой сравнивается. По истечении 12 месяцев в программе запускается расчет, когда происходит сравнение фактического начисления с начислением по 1,12. И результат данного, как говорится, операции, если есть какая-то разница либо в плюс, либо в минус, это все выражается в корректировке платы в квитанции. На сегодня по вопросу начисления платы по 1,12 все. Если вам понравилась и нужна была эта информация и полезна вам она оказалась, ставьте лайки. Если остались вопросы, пишите в комментарии, ответим. Всем удачи!